Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Живу в своей квартире, работаю, путешествую, но хочется, чтобы появился мужчина-муж. Надоело быть одинокой, вот только я уже начала себя стесняться. Где его искать, как на себя внимание обратить, ведь мне 30 плюс, и нормальные мужчины заняты. Ну, первое, что хочется сказать, это то, что за счёт мужа вы пытаетесь решить какую-то свою здесь проблему, потому что ситуация такова, что когда человек стремится, да, да, когда человек стремится к, скажем так, ну, какой-то чёркой позиции, да, то есть выходит мужчина, там, кто одинокий, Это всегда про решение какой-то своей проблемы. Выстраивать отношения в этом смысле для того, чтобы решить какие-то проблемы, не является хорошим, не очень хорошим решением. Поэтому я думаю, что в первую очередь нужно вот с этим забрать какую-то проблему. Вы пытаетесь расчетить. Вот это непринятие в себе. Вот это какие-то страхи, может быть. И так далее. То есть вот это, на мой взгляд, нужно поисследовать. Уже когда это будет исследование, когда у вас появится возможность это скорректировать, когда вы это сделаете. Можно будет после этого смотреть на то, как вы устраиваете взаимодействие с мужчинами. Да. Вообще, как вы общаетесь с мужчинами. Если общаетесь с мужчинами, да. То есть тут вот, опять же, несколько пока не ясно. При вашей активности социальной, жизненной, вот, как у вас есть контакт с мужчинами и так далее. Вообще, не очень хорошо, что вы стремитесь и стремитесь к тому, чтобы выстраивать именно отношения, вот, что называется там, с мужчинами. То есть мужчинами. Вот. Я в этом вижу определенную проблему, потому что, на мой взгляд, так вы выстроите довольно сомнительный, я бы сказал, может быть даже деструктивный. Отношения. Отношения. Вот. Почему? Потому что, это изначально отношения направлены на стяжение восприятия человека. На мой взгляд, вам желательно выстраивать отношения с личностью. Вот. С личностью нужно выстраивать отношения. Но не с мужем. Потому что муж, это, это такой муж. А. Вот. Поэтому здесь имеется мысль, конечно, расширять и, и, вот, свой кругозор, да. Вот. И расширять точки пересечения, вот, со всем людьми, которые у вас есть. Вот. И смотреть, как бы вы могли, вот, значит, ну, взаимодействовать. То есть на каких основаниях вы могли бы взаимодействовать с мужчиной, если вам это хочется и интересно. Еще очень важный момент заключается в том, чтобы вы определились со своей моделью женского поведения. Вот. То есть, чтобы вы для себя просто постарались по возможности определить, какую, какая я женщина. Вот. Да. Какие у меня ценности, приоритеты и так далее. Вот. Если ничего этого не делать, вот, то могут быть, конечно, проблемы и проблемы серьезные. В частности, из-за того, что вы просто, ну, ввиду, ввиду неопределенности своей, просто не сможете. Допустим, как-то вот, ну, проказать, продемонстрировать то, что вам нужно, грубо говоря. Вот. А это очень необходимо для того, чтобы устраивать ваша, то есть нужна ваша, вот, какая-то позиция, здесь, спектр. А в глаза бросается следующий момент, то есть вы говорите про нормальных мужчин. Вот. То есть, вот, что здесь такое очень интересное, как мне кажется, аспект. То есть, вот, то есть, вот, что такое нормальный мужчина, вот. То есть, нормальный мужчина это какой? Да? Что вы здесь, вот, ну, как-то вот, что вы здесь, подразумеваете. занимается под нормальным мужчиной, хотел бы вот этот аспект тоже как-то понятен, потому что понятие нормальности у всех своих, если вы через нормальность, условно, искусственно, опять же, сужаете и восприятие себя, да, вот, если вы через нормальность, искусственно, сужаете восприятие человека, то я могу заверить вас в том, что ничего хорошего из этого опять же не получится, поэтому нужно тут, на мой взгляд, максимально, корректно, к этой ситуации подходить, вот, и максимально, корректно и деликатно, я бы сказал, смотреть на эту ситуацию, вот, чтобы не повторять ошибок, вот, и, как бы, чтобы не сталкиваться как-то вот с тем, да, что-то не получается, да, вот, просто, чтобы не было с тем, что-то, и, как бы, чтобы не было с тем, да, ну, это было с тем, да, это было с тем, да, что-то, такой, такого плана опыт. Вот, вот, то, что хотел бы вам сказать. По поводу того, как обратить на себя внимание, что очень интересный момент, потому что мне кажется, что внимание на себя обращать, ну, специально. Не надо специально. Вот, а достаточно было бы, если бы вы просто выстраивали отношения с мужчинами, да, с людьми. Вот, не с мужчинами, мужчинами, потенциальных мужчинами. Вот, ну, именно с людьми. Вот, и уже, вот, смотрели бы уже, на то, как вот у вас получается это. То есть, вот, ну, как у вас получается устраивать отношения именно с людьми на общих, ну, на общих каких-то основаниях, да, на точках соприкосновения и так далее. Вот, поэтому попробуйте задать себе такой вопрос, вот, между мной, между мной и мужчин. Что может быть общего? Какие точки соприкосновения могут быть? Вот. И это будет вот как раз той самой, той самой точкой отсчеты для вас. Ну, под которую, с которой, я бы сказал, вот, все начнет. Да? Вот. Нет. Но, сначала это нужно найти. Конечно. То есть, сначала это нужно найти, сначала это нужно увидеться. Просто. Все. Все вот это сначала будет увидеться. И уже, когда вы это увидите, для вас как раз вот многие вещи будут. Понятно. Хочется обратить внимание на еще один стереотип. А стереотип. Это то, что вам 30 плюс. То есть, вы здесь, получается, выделяете свой возраст. Так-то. Вот. И как-то вот подводится под, ну, какую-то, какую-то, не знаю, базу, да, под какие-то ограничения своей способности. Своей способностью. Своей способностью строить мужчин. Обыстрывать отношения с мужчин. Вот. Да. Конечно. То, что вы 30 плюс лет. Одно. Так. Вот. Вот. Конечно, это нехорошо. Вот. Конечно, это на вас как-то влияет. Это сама собой. Вот. Безусловно. Но я бы сказал, что дело здесь заключается исключительно в вашем восприятии, а точнее вот отношении на вас имеет ваш возраст. Вот. То есть, вот очень такой важный момент, на который нужно обратить внимание. Вот. Очень важно на это обратить внимание. Понимаете? Вот. Вот. Если вы уделяете этому, этому внимание большое, по моему мнению, вот, вы уделяете этому большое внимание, концентрируетесь на это и так далее, вот, то, конечно, ничего такого вот хорошего, да, какого-то качества. Из этого не получится, потому что вы будете пытаться решить проблему своего возраст. Вот. И таким образом получается, что вы не самый уверенный в себе человек. И в отношении в своем мужчине, да, направлено, направлено вы не на мужчину, а на то, чтобы, вот, сделать, сделать человека какую-то проблему. Вот. И в этом смысле, в этом смысле, вот, причина, по которой у вас, собственно, не получается, выстраивать отношения. Она именно в этом заключается. Вот. То, что вы, вот, как раз, обращены больше на себя. Вот. Нежели чем на машину. И, соответственно, вот, пытаясь решить свою проблему, да, они решаются необходимые задачи для этого в отношениях. Вот. Обращаясь к этому, ну, как-то, вот, наверное, может быть, ну, с предупреждением, что является проблемой. В данном случае, вот, вам нужно рассредоточить, рассредоточить свое внимание, вот, вам, вам необходимо переключить свое внимание, что, значит, на, например, существует сейчас при derived на себя на интересующегося человека. Вот. Заметив при этом, а что именно вас интересует, что конкретно нас интересует, что нас волнует, и это послужит той самой точкой отсчет, который позволит вам смотреть вперед, смотреть дальше и так далее. Вот, пожалуй, так я бы мог вам сейчас ответить. Не перескакивайте уровень, да, то есть сначала, чтобы человеку сразу не нужно в определенной степени сначала напомнить, чтобы быть наполненным, вот актуализированным. Вы для этого что-то делаете уже сейчас, то есть вы путешествуете жить в своей квартире, работаете, вот. А, вот, ну то, что вы, как говорите, это говорит о личностных трудностях и личностных блоках. Вот. А, во-моему, даже в определенных обидах, вот, негативный опыт из прошлого играет какую-то роль, ну, может играть какую-то роль, что-то тоже. Вот, все это не дает самовая корректировка, корректировка, конечно же. Вот. Как-то пошел и так. Как-то пошел и так. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь, вот, по моему ответу, вот это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот, позволит вам увидеть, в каких направлениях, да, вы бы хотели двигаться сами, вот, чтобы, ну, как-то, вот, решить свои трудности, в данном случае, чтобы как-то, вот, продвинуться в этом и так далее, вот. Вы, большая молодец, что обратились за помощью, вот, большая молодец, что нашла об этом поговорить, это очень классно, очень здорово, вот, и задача заключается в том, чтобы тренды уложить в этом ключе двигаться, и, вот, и, скорее всего, вот, все проблемы вылечит. Удачи! Обращайтесь!